То есть там нормальные полноценные дрова. И чем мы с вами крупнее дрова накидываем, то мы не дольше горят, то больше 3-4 градуса. А чем мы начинаем с вами мелочь, то есть с турбунем. А дременьше, да, эксплуатация. Дальше мы ставим, допустим, там, ну 70-60 градусов. И он частоту вращения двигателя, он, если высокочастотный, то есть скоростью вращения двигателя поднимает, вам все температура подойдет. Допустим, вы набрали 70 градусов. Ну, он остановился, закрылся, стоит с аварийной чисткой емкости. Вы с него снимаете тепло. То есть примерно на новом, естественно, нигде нет, но он стоит просто за гребом. Потом, ну, 2 градуса, допустим, упали, если мы поставили, что-нибудь из 2, там, или 5 градуса, да, он на 2 градуса, он опять включился, и потихоньку начинает он опять выпрямлять. То есть получается, что этот котел может выравнивать температуру теплоносителя. На этом мы с вами экономим. Почему? Потому что разжечь котел, за который сбыто сразу все, и потом его опять надо вставить, правильно? Либо там, обычно мы утром с вами встаем в доме, у нас холодно, да, то есть все будет много ресурсов, потому что надо вставить 5 часов, быстренько трогать и петь. Это же за счет того, что он просто поддерживает температуру в доме теплоносителя, он мы на этом с вами экономим. Газовало, там, прибраться сколько? Нет, к сожалению. Это вот налево. А на каком угле он работает? Вот тут сзади, да, получается. А тут нет, потом вот он стоит. На каком угле он работает? На начале он затягивает, да, на перепрованном. Ну, по риску, не такой, каменный, на сколько киловатт? Кипастик киловаттный, хочу. Углом до 130 квадратов стоит 80 тысяч. Так, вместе с автоматикой, как вы видите. Так, вместе с ним не оставляет. Это не рационально использование электроэнергии. Либо мы с вами в электрокопе будем попить...